Вы когда-нибудь мечтали запустить Windows на своём смартфоне или планшете? Если да, то это видео точно для вас. Сегодня мы поговорим о том, как превратить ваш Android-смартфон в ПК с Windows. И поможет нам в этом Limbo PC-эмулятор. Не буду томить, погнали! Итак, что же такое Limbo PC-эмулятор? Это приложение, которое позволяет эмулировать работу x86-ой архитектуры на Android-устройствах. С его помощью можно запустить различные версии Windows. Да и в принципе любую, у вас на архитектуре x86. Прямо на вашем смартфоне или планшете. Конечно, это не может заменить полноценный компьютер. Но для экспериментов или запуска старых программ он вполне сойдёт. Первое, что нам нужно сделать, это установить сам Limbo PC-эмулятор. Из-за того, что проект уже давно не поддерживается, приложение недоступно в Google Play. Поэтому нам придётся скачать АПК-файл с надёжного источника, к примеру, FOPDA. После скачивания, откройте файл и установите его на своё устройство. Не забудьте разрешить установку приложений из неизвестных источников. Теперь нам нужен образ винды. Для этого потребуется самый софайл операционной системы. Думаю, вы сами знаете, где их взять. Для примера я буду использовать урезанную Windows XP. Теперь давайте настроим Limbo для запуска Windows. Откройте приложение и создайте новую виртуальную машину. Дайте ей любое название. Перейдём к самой настройке. Установите количество ядер процессора и объём оперативной памяти. Рекомендуется установить один-два ядра и выделить от 512 МБ до 1 ГБ АЗУ. В зависимости от мощности вашего устройства и ОС, которую вы будете ставить. Также советую поэкспериментировать с этими двумя параметрами. Они могут ускорить работу виртуальной машины. После этого добавьте ISO образ в качестве загрузочного диска в разделе CD-ROM. И создайте виртуальный жёсткий диск, на который будет установлена система. В разделе Audio и Network можно выбрать звуковую и сетевую карту для того, чтобы был звук и интернет. Логично. Раздел Advanced трогать не рекомендуется. Перед запуском советую установить программу под названием Hacker Keyboard. Ведь в обычной клавиатуре Gboard нету функциональных клавиш F1, F12 и стрелочек, которые могут понадобиться при установке. Хотя никто вам не мешает подключить полноценную клавиатуру через OTG кабель. Так всё тоже будет работать. Теперь мы готовы к установке Windows. Нажмите кнопку Start для запуска виртуальной машины, которую мы создали и настроили. Думаю, процесс установки Windows все видели не раз, поэтому на этом моменте не будем останавливаться. Единственное, что это может занять продолжительное время, в зависимости от ваших мощностей и требовательности ОС. Мы добрались до самой интересной части. Использование Windows на Android. Управлять курсором можно с помощью сенсора и качели громкости, которые имитируют левую и правую кнопку мыши. Либо можно подключить физическую мышь. Сама производительность операционки зависит от мощности вашего устройства и настроек. Поэтому можете поэкспериментировать, чтобы добиться лучшего результата. В описании я оставлю ссылку на пост в ОПДА с оптимальными настройками для каждой ОС. И вот, теперь у нас есть полноценная операционная система прямо в кармане. Вы можете запускать старые программы, работать с файлами или даже играть в классические игры. Однако помните, некоторые приложения и функции могут работать не так плавно, как на настоящем ПК. Вот как-то так. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам нравится такой контент. Покеда! Покеда!